Добрый день, у микрофона Владимир Сметалин, и своим особым мнением сегодня с нами поделится депутат областного законсобрания 4-го и 5-го созывов Дмитрий Русских. Дмитрий Михайлович, добрый день. Владимир, добрый день, и всем слушайте, тоже прекрасный добрый день. Слушайте, ровно месяц до Нового года, завтра календарная зима начинается, вот на театральной площади уже городок начали праздничный строить. Вы читали, да, ранее депутат 5-го созыва, городом Алексей Кузьмин, писал, что основная масса денег, выделяемых на обустройство театральной площади, в этом году это порядка 13 миллионов рублей, уходит на аренду светового оборудования. Алексей говорит, может быть, свое купим и не будем тратить. Миллионы. Очень сложно понять, где было бы правильно и где истина, но в первую очередь, я думаю, что основная задача всей власти, которая это все организует, должна, чтобы у кировчан реально был праздник новогодний, чтобы и дети, и взрослые были рады, и как это будет происходить, я думаю, что большинство кировчан вообще без разницы. Главное, чтобы было бы все красиво, комфортно, и дети были довольны, и в том числе и взрослые. В общем, вы не обращаете внимания, по большому счету, на страты городского бюджета? Ну, если бы это была моя первая необходимость, я бы, конечно, на это обращал, потому что на фоне бюджета города 10 миллиардов рублей, 13 миллионов на украску города к Новому году, ну, тут такая совершенно, надо на другие вещи сначала дела обращать, и здесь надо, конечно, тоже разбираться именно тем, кто принимает эти решения, это работники городской администрации, которая за это отвечает, которая за это получает нашу зарплату, то они должны определить, или это мы должны свое купить, или мы это арендовать, все должно быть с точки зрения профессионализма. Хорошо, оставляем эту тему, так, для затравочки. Да, ну, тем более мы сегодня же с вами понимаем, что был принят буквально на той неделе бюджет Кировской области, как бы в текущий, на Новый 18-й год, и сегодня принимается бюджет города Кирова на 18-й год. Да, сегодня очередное заседание в Кировской городской думе, я думаю, депутаты там, наверное, уже закончили, хотя кто их знает. В общем, впервые сегодня на заседании гордомы побывал новый ситименеджер Илья Шульгин. Илья Шульгин, все-таки пришел. Вот-вот он, да, приступил к обязанностям главы администрации города Кирова. Как-то странная ситуация, да, получилась? Его избрали, а он все еще дорабатывал в правительстве несколько недель. Ну, видимо, Илья Вячеслав до сих пор не мог понять, где он нужнее и где важнее, потому что тот блок, который он отвечает в правительстве Кировской области, на самом деле при сегодняшней ситуации является очень таким горячим, потому что он отвечает, в принципе, за отопительный сезон на территории Кировской области, который, в моем понимании, сегодня очень тяжело идет, и проблем там очень много, и с новыми тарифами на ЖКХ, и со всеми там заготовками и подготовками, то, в принципе, и там горячо, и здесь в городе горячо, то, вот, видимо, и стоит он на двух горячих камнях, и не знает, с какого камня убрать ногу. Так вот, сегодня Илья Вячеславович на заседании Городумы был очень удивлен программой приватизации. В частности, он не согласен с тем, что куприть надо продавать, контрольный пакет акций находится в администрации, 64 с небольшим процентом. И, видимо, из-за этой позиции, из-за позиции Шульгина, этот вопрос перенесли на декабрьское заседание Гордумы. Там речь идет о продаже центрального рынка, вы знаете, за полмиллиарда рублей. За 500 миллионов, да. Да, гостиница Губернская, Детский мир, 40 миллионов рублей. Вот отложили рассмотрение этого вопроса. Вы какой позиции придерживаетесь? Я придерживаюсь позиции целесообразности, но при этом я хочу сказать, что та Дума, которая работала до сентября 2016 года, она очень торопилась вообще с планом приватизации, и как раз вот эти все объекты, они были включены практически в последний момент, когда Дума уже заканчивала работу. С сентября 2017 года. Да, 2017, извиняюсь. Значит, и понятно, что все эти объекты вызывали очень много вопросов и споров, насколько это целесообразно, почему именно сейчас, и понятно, что главный вопрос, а под кого это все опять делается. То, конечно, то, что сегодня новый глава администрации все это дело приостановил до декабря для того, чтобы разобраться и понять, для чего это на самом деле нужно и какой будет эффект от этого городу, я думаю, что как раз надеюсь, что он за этот месяц разберется, и не получится так, что в декабре он все-таки скажет, что давайте все-таки приватизировать. Потому что на самом деле по Куприту есть куча вопросов, потому что там есть второй участник процесса, всем известная компания, которая в городе Кирове работает, которая как бы давно имеет этот пакет в Куприте, плюс вопрос по центральному рынку очень большой, почему 500 миллионов, а допустим, не миллиард, это раз. Во-вторых, а куда будут они девать тех людей, которые работают на этом объекте? Там работают больше двух тысяч частных предпринимателей, которые, в общем-то, ничего от государства не просят и ничего не требуют, но кто-то им должен предоставить ту работу, которую они, вероятнее всего, потеряют, потому что, по слухам нашего небольшого города, там уже одна известная тоже строительная компания планирует там какую-то определенную застройку жилого комплекса. Жилого комплекса? Ну да, с каким-то, может быть, каким-то небольшим участием торгового центра, потому что любой жилой комплекс, он требует определенных площадей именно под торговлю. Но здесь все очень как-то расплывчато, все как-то очень быстро, еще буквально даже два месяца не работает новая дума, и куда-то она побежала и поскакала. То в данном случае все очень сомнительно, на самом деле, эти все движения. При всем при этом надо ведь еще реально понимать, какая будет там социальная нагрузка на все эти решения, потому что еще раз хочу сказать, что центральный рынок – это не просто объект, это объект, на котором работает очень большое количество людей. Значит, готова ли сегодня городская администрация всех обеспечить работы местами, значит, достойными зарплатами – это, наверное, самый главный вопрос. Поменять собственника – это не самая простая и не самая сложная задача. То есть вы считаете, что администрация все-таки должна позаботиться о судьбах этих людей? Или все-таки новый собственник этим должен заниматься? Ну, во-первых, этот объект находится на территории города Кирова. Это жители города Кирова. Это те люди, которые платят налоги, на которых эта же администрация получает зарплату. То в данном случае я считаю, что любая администрация, несмотря какая там городская, областная или муниципальная, она должна в первую очередь все делать ради интереса, в первую очередь, тех людей, которые проживают в этом месте. Допустим, если… Что их устраивает. Да, в первую очередь. А мы зачем зарплату им платим, чтобы они делали так, как их устраивает? Или все-таки мы платим зарплату так, чтобы они делали, чтобы нам было всем комфортно? Ну, вопрос очень большой. Это могут они там частный завод закрыть и не посмотреть, сколько там работы работает. Ну, сколько там рабочих работает, да. Ну, здесь-то совершенно другая история. Здесь большой объект, муниципальный. Значит, насколько сегодня есть необходимость его продажи при той ситуации, которая есть, вызывает очень много вопросов. На самом деле, хотя я с точки зрения там самого объекта, как центральный рынок, да, и вот то, что там происходит, я согласен, что он реально устарел. То понятно, что там нужно что-то делать было гораздо раньше новое, современное. Но, тем не менее, сегодня оно есть то, как оно есть, и в данном случае там есть люди. Вы помните слова Елены Ковалевой, главы города в начале ноября? Она комментировала ситуацию с центральным рынком. «Мы управляем как собственники безобразно и процессом, и имуществом, и всем. Никакого порядка на рынке нет. Какой там эстетический вид, там ограждение, которое служит безопасности дорожного движения, все закиданы, извиняюсь, поношенными штанами и прочей мануфактуры, и тротуаров нет, и так далее, и тому подобное». Полностью с этим вопросом я согласен, да. Но у меня вопрос возникает. На протяжении там последних 15-20 лет это все управление ввела городская администрация, да. То в данном случае все вопросы, наверное, в первую очередь к ней, а не к тем людям, которые там работают. Они платили, как положено, за свои места, они платили аренду, они платили налоги, они все частные предприниматели. То в данном случае к ним-то какие вопросы? То, что город все запустил, и та власть, которую там Елена Васильевна сейчас ругает, что она все это запустила, она далеко никуда не ушла, она находится рядом с нами, и у нас вопросов не только по центральному рынку к ней много, а вообще по всему городу. Почему так у нас происходит в городе ВТП, в МУПах различных? Почему такой город стал грязный? Почему такая точечная застройка? Куда все девалось? То в данном случае это один из форматов. Но мы же не говорим, что сегодня Елена Васильевна не вышла, не предложила продать АТП. Ну там рабочая группа создана, она думает, что с этим совсем делать. Ну так, с кондычка там сразу запрыгивать на такой большой объект, как центральный рынок, я считаю, что это на сегодняшний момент совершенно нецелесообразно. Мы прекрасно понимаем сегодня социально-экономическую ситуацию в стране и в городе Кирове, и прекрасно понимаем, что сегодня любому предпринимателю, любому кировщану очень тяжело живется, потому что сегодня и, как у нас говорят, безработицы нет, но и для молодежи работы никакой нет. Вроде все говорят, что все хорошо, а на самом деле, вот я с кем не разговариваю, с молодежью, они не могут себе найти работу. То мы должны сегодня четко понимать, что, а куда я все эти люди пойдут работать? Я еще раз говорю, что там сегодня эта же городская власть будет говорить, что придет новый собственник, он там будет все развивать, вы также останетесь на работе, но мы же понимаем, что это все слава. Придет новый собственник, все будет по-другому. Должна ли городская администрация выдвигать ряд каких-то социальных условий? Если будет продавать, то от нового инвестора надо будет потребовать тот и тот. Ну, смотрите, я думаю, что все равно она должна... В том числе и по рабочим местам. В моем понимании, любая власть должна выстраивать все отношения в рамках социальных обязательств. Но, к сожалению, последние 10-15 лет городская администрация в этом не была замечена. Там интересы частные, личные, семейные, как хотите, но там нет наших интересов. Вот именно к Кировчану. То в данном случае, насколько она готова, я имею в виду, что городская власть, двигаться именно в обсуждении именно социальных пакетов и каких-то обязательств нового собственника, это вопрос. Но я вам хочу сказать, что я не верю, что собственник придет со стороны. Это какой-то снова близкий к нам боярин или олигарх, который, в общем-то, на это все смотрит. И я не думаю... Местные имеете? Конечно, местные. Вы думаете, что такая скорость нужна для кого-то, что ли, со стороны? Нет, просто я вспоминаю наш разговор в этой же студии летом с главой департамента муниципальной собственности, Натальей Мамедовой. Она не исключала, что придут инвесторы издалека, из других... Мы обязательно за этим посмотрим и будем на это рады. То в данном случае, все это так, если быстро делается, то уже какой-то есть интересант, есть какая-то организация, есть какие-то люди. То я думаю, что в рамках этого наша городская администрация вряд ли сможет этим людям, которые фактически управляют этим городом на протяжении большого периода времени, как бы предъявить какие-то претензии и какие-то требования к тому, чтобы что-то сохранить. Они скажут, ребята, мы вам 500 миллионов заплатили, вы можете идти дальше отдыхать. Вы можете планировать эти 500 миллионов в бюджете города, но указывать нам, как жить и как развиваться, это уже наша история. Мы с вами знаем случаи, когда определенные олигархи наши или бояре ставили в центре города колесо и говорили, что это мой город, и где хочу, там и ставлю свой холодильник, как дома. Ну, вот здесь примерно та же самая история. Кстати, хорошо известный вам Владимир Журавлев, депутат Городома, он считает, что только земля по центральным рынкам, по его оценке, по рыночной стоимости, миллиард рублей не меньше. Только земля. Я думаю, что если бы сегодня была какая-то определенная проведена независимая экспертиза, я думаю, что этот объект, на самом деле, сегодня в рамках застройки, или не знаю, что там планируется, я думаю, что он реально стоит от 1 до 1,5 миллиарда рублей. Это Дмитрий Русских, депутат УЗС 4 и 5 созывов. Это его особое мнение. Сейчас небольшая пауза и скоро продолжим. Давайте про транспорт поговорим Дмитрия Михайловича. Накануне стало известно, что Киров-пассажир автотранс возглавил Денис Пырлок, молодой, активный, активист, входит в группу людей, которые нещадно критикуют автотранспортные предприятия, в том числе за эти дымящие автобусы. Работу. Да, он баллотировался в Городуму от ЛДП, вы с ним знакомы? Вот как оцениваете такое назначение? Ну, к счастью или к сожалению, я как бы плохо знаю, кого вы сказали. Если мне памятник нет, он как-то один раз нам в 16-м году или в 15-м приходил как раз на комитет законодательного собрания по ЖКХ и транспорту и как раз рассказывал о тех проблемах, которые есть у нас сегодня по перевозчикам. Он хорошо знает ситуацию. Да, он хорошо знает. Завтра он будет, кстати, у нас здесь в 11 разворотник. Ну, понимаете, я вообще как бы не могу сейчас оценить его профессиональные способности и насколько он будет эффективен, но хочу сказать, что я всегда за новую кровь. Я считаю, что новое всегда должно быть лучше, чем старое. То в данном случае, когда мы примерно понимаем ситуацию этого предприятия, что она очень тяжелая, и в том числе как бы без поддержки областного бюджета это предприятие как бы уже давно не может существовать, значит, то с этой точки зрения, ну, посмотрим, все равно это какой-то шаг вперед, и надеюсь, что вот этот молодой энергичный парень справится с теми задачами, которые перед ним будут поставлены. Ну, по всей видимости, за него тут высказался министр транспорта. Поршнев. Нет, это была информация о том, что, ну, вот раз он такой активный, ну, пусть порулит. Ну, я считаю, что это такой пример о том, что если бы мы все отдавали активным и эффективным, то у нас бы, наверное, другая была бы ситуация и в городе, и в области, и в стране. Не надо бояться молодых и энергичных. Я считаю, что если они готовы и они примерно понимают эту ситуацию, надо им пытаться доверять и давать возможности их реализовывать свои возможности. Теперь про пассажирский городской уже транспорт. Это очень печальная история. Снова, снова перевозчики озвучили свою стоимость проезда, которую им бы хотелось, чтобы они сводили там концы с концами и зарабатывали. 32 рубля. 22, сейчас напомню, проезд стоит. Если не ошибаюсь, год назад перевозчики говорили о сумме 35. Что-то изменилось, что-то подешевело. Они же постоянно говорят о том, что бензин дорожает, запчасти дорожают. Да, а может быть 100. Ну, вообще, на самом деле, это уникальная история. Это та же самая история, про которую мы сейчас с тобой говорили, что я считаю, что если это предприятие государственное или муниципальное, то, конечно, основную задачу, которую оно должно ставить, это не ободрать своих пассажиров и не создать условия, чтобы они ездить не могли, и, в общем-то, сделать все так, чтобы все было очень плохо. Значит, на примере городского АТП, которое там уже много в вашей студии и в газетах писали о том, что там происходит за последние 10 лет непонятная вообще история. Сейчас там процесс очередной продолжается. Процесс очередной. Правоохранители провели. Да, мы надеемся, что правоохранители все-таки покажут пример о том, что воровать и грабить так свой город нельзя. И это они покажут тем, что будут возбедлены уголовные дела, и все будут наказаны не только механики и главные инженера, а именно те люди, которые за этим стоят. Мы слышали, что в этой же студии, и вообще-то никому не секрет, что за этим стоят и городские бывшие депутаты, и действующие, и какую-то непосреднюю роль играет бывший глава города, господин Быков, который, в общем-то, у нас везде играет какую-то определенную роль, но, к сожалению, роль его в большей степени разрушительная, чем созидательная была все эти 10 лет. И мы сейчас все это будем с вами ощущать в ближайшие 3-5 лет. Потому что в данном случае то, что мы сегодня уже потихонечку начинаем узнавать, что происходило в городе за последние 10 лет, уже вызывает большое опасение. Но поверьте, мы знаем только примерно, по крайней мере, открыто сейчас, 10-15%, а вот 85%, они еще предстоит нам об этом все узнать, потому что та история, которая сегодня есть в ВТП, в нашем городском, она была, как бы, продолжена во всех МУПах. Она была в подходе там различным городским предприятиям, значит, к самому городу, и как выдавались земельные участки, почему у нас город превратился в какую-то, по архитектуре, страшный вообще объект, который, в общем-то, сегодня точечная застройка вообще исказила нас город до такой степени, что, наверное, уже о том, что мы всегда мечтали и чем гордились, уже очень сложно будет восстановить, потому что эти дома и эти, как бы, с торгового центра никуда не снести и не убрать. Чрезмерно ли вы уж сгущаете краски, Дмитрий Михайлович? А это не мои краски, я думаю, что все, кто, как бы... Не все так плохо, что вы, люди продолжают жить, молодежь радуется совсем другим вещам, это мы с вами уже здесь, люди не столь молодые. Ну, смотрите, мы же... Молодых, вроде бы, они... Ну, они просто пока на это не обращают внимания, потому что там в 17-18-20 лет я тоже на многие вещи не обращал внимания, просто, смотрите, вся точечная застройка, все, неплановый подход к развитию города, оно приводит к определенным некомфортным ситуациям. Поставить негде машину, машины не могут проехать, скорая помощь не может подойти, значит, как бы, парков нет, значит, негде гулять с детьми. И вот так все по нарастающей, то, в общем-то, все равно есть такое обращение, комфортная городская среда. Мы, к сожалению, за 70 лет, там, советского периода, как бы, наш город шел по нарастающим. Мы всегда, я уже не раз говорил, что это был лучший зеленый город в Приворском округе, там, да. И все те руководители, которые работали в советское время, делали все для того, чтобы город был, на самом деле, красивый и комфортный для кировчан. Последние 10 лет, это моя точка зрения, я считаю, что мы утратили это направление благодаря совершенно бездумному и неправильному, как бы, принятию решения руководства города Кирова и администрации города Кирова. Если кто-то с этим не согласен, и кому-то нравится наш город, ну, я только рад. Возвращай стоимость проезда. Стоимость возвращается. Она все равно вырастет. Да. Мое убеждение. Ну, смотрите, можно расти и до 100, до 50 рублей. Вопрос о том, кто будет на этих автобусах ездить. Значит, при этом я хочу сказать, при той коррупционной схеме и по тем вещам, которые мы сейчас узнаем по АТП, мы точно понимаем, что это никак не связано с тем, что им не хватает денег на обслуживание или там переезд наших пассажиров в городе Кирова. Потому что есть куча примеров в других городах, где стоимость гораздо ниже, да, поток, пассажиропоток гораздо выше, при этом они совершенно ездят не в таких ужасных и экологически непригодных автобусов. То мы сегодня, если все посмотрим, то мы говорим, что сегодня транспорт, который работает в городе Кирове, совершенно не соответствует 21 веку и как бы достоинствам моих земляков. Я считаю, что мои земляки не должны перемещаться в таком ужасном, опасном для жизни и для здоровья транспорте. При всем при этом еще за 33 или за 35 рублей. Мне кажется, что 22 даже, это и то много. То если мы сегодня даже возьмем просто арифметику, то мы говорим, что сегодня у нас такси в городе Кирове, если сложиться четырем бабушкам и доехать... 100 рублей. Да, 100 рублей. Вот они разделят четвером, и они от подъезда до, допустим, до этого же метро, если поехать или до какого-то другого объекта, они прямо от своих дверей доедут до следующих дверей. И примерно цена будет сопоставима. То в данном случае, если мы говорим, что таксистам хватает такого тарифа, вопрос возникает, а как этому муниципальному предприятию не хватает того тарифа, по которому они работают, то новых автобусов мы не видим. Уважительного отношения в автобусах мы тоже не видим. Значит, безопасного движения мы тоже не видим. То в данном случае мы вообще... То в данном случае я считаю, что это все очень необоснованно, и если бы не было такого вороства и коррупции в этом предприятии, наверное, была бы другая картинка и были бы другие тарифы. При всем при этом любой тариф может обсуждаться, если есть аргументация, и нам объяснят, для чего повышать тариф, и что мы в дальнейшем увидим. Если мы в дальнейшем увидим то же самое, что мы видим, я тогда вообще не понимаю, а для чего нам вообще это муниципальное предприятие, которое называется АТП. Ну, повторюсь, да, рабочая группа была создана, проверка деятельности АТП, оценка будет дана. Лишь бы прозрачно опять-таки это все было, вся эта работа... Я считаю, что в первую очередь надо вообще пересматривать структуру АТП. Я считаю, что надо обязательно, как я уже говорил, наказывать тех, кто довел предприятие до такого состояния, где были выведены сотни миллионов рублей, взяты безумные кредиты, которые непонятно куда ушли, значит, на какие-то личные нужды определенных близких людей. То, конечно, это все очень некрасиво, и сегодня ни один кировчанин не согласится с тем, что он должен завтра поехать за 33 рубля. Потому что сегодня надо понимать, что уровень доходов населения, даже по официальным данным, каждый год падает примерно на 6-10%. То мы лучше жить точно не станем... То есть официальная зарплата у нас в городе растет. У нас все растет. У нас все растет. До 30 тысяч. Да, до 30 тысяч. Это средняя. Мы понимаем, что у нас у одних растет, а у других она падает. Если брать зарплаты руководящего состава и различных руководителей, чиновников, или сотрудников руководящих банков, или крупных компаний, заводов, это одна история. Если мы возьмем среднюю зарплату обычных людей, то она совершенно другая. Давайте коснемся темы, такой основной, одной из основных для вас. Я помню, будучи депутатом, мы очень много внимания этому уделяли, вспорили, рвали рубаху и так далее. Я имею в виду, победила. Аэропорт победила. Там прям чудеса. Педавлены. По данным пресс-службы аэропорта, за 9 месяцев этого года предприятие выручило 106 небольших миллионов рублей, что на 56% превышает показатели за аналогичный период прошлого года. И это несмотря на то, что пассажиропоток там упал. Летом было сообщение о том, что на 20 с лишним процентов. Объясняется, победила это тем, что рыночный подход исповедует сейчас ко всем авиакомпаниям, которые прилетают сюда. А также это увеличение количества регулярных рейсов в Сочи, Анапу, Симферополе в летний период и также увеличение рейсов на московском направлении. Вот, благодаря этому мы получили. Вот. Ну, сложно очень комментировать. Просто пресс-службу победила, хотя мне кажется, что, вот видите, у нас какие возможности есть у различных госструктур, что они даже могут держать там пресс-службы, помощников и все прочее. По порядку, значит, да, на самом деле с победила была очень сложная история, начиная с 2008 года. И я считаю, что то, что удалось сделать бывшему директору аэропорта Победилова, Жданову, в 2014, 15 и в 2016 году, это повлияло на то, что мы все-таки приближались именно к той позиции, когда пассажиропоток, а это основной принцип экономического расчета рентабельности аэропорта и не вкладывания туда бюджетных денег из областного бюджета, в 2016 году должен был перевалить, за 200 тысяч он перевалил, и мы должны были выйти на какую-то рентабельность, когда аэропорт бы не требовалось вливания бюджетных денег. И вы всегда исповедовали эту точку зрения. Я всегда соглашался с тем, потому что мы и так очень, на мой взгляд, много вложили в этот аэропорт по различным причинам, который, в общем-то, обошелся бы при правильном подходе гораздо дешевле, а не миллиард рублей, который мы вкладываем за все эти времени, то уже нужно было перестать вкладывать в эту яму, и все-таки хотели получить то, что мы пытались получить все эти годы, аэропорт, который мог самостоятельно работать и совершать перелеты в различные точки и, самое главное, чтобы возможность авиасообщения появилась у большинства кировчан. Это был главный принцип вообще. То, что сегодня нам там говорят пресс-служба Победилова, я хочу сказать, что очень интересный формат. Мы вроде падаем по пассажиропотоку, и при этом мы имеем какое-то там оборотное средство, которое нам говорят, что мы там прибавили. Я, честно говоря, готов посмотреть это все по концу года, потому что если они за 6 месяцев говорят, что у них пассажиропоток упал на 21%, то к концу года они должны выйти примерно на 42%. 42% от пассажиропотока 2000 года, это примерно, мы с вами понимаем минусом, это примерно получается, что в этом году должны они перевести где-то от 100 до 120 тысяч, а в 2016 это было 200 тысяч. И при этом у них растут показатели. Ну, мне кажется, тут есть определенное какое-то лукавство, потому что, смотрите, и в 15-16 году авиасообщение было и с Симферополем, и с Сочи, и с южными другими городами. Значит, понятно, что эти же самолеты все летали. При этом, если они намекают о том, что были приведены всем рыночные отношения, то рыночные отношения, я так понимаю, что они намекают, не были соблюдены по отношению компанией «Победа». Что она была в других положениях. Она не была на особых условиях, она была на тех же условиях, которые они предъявляют ко всем другим городам, аэропортам, куда летает «Победа». Значит, при этом я хочу сказать, что мне кажется, что я очень активный пользователь вообще самолетов, и я сейчас наблюдаю за последний год, что происходит. Да, рейсов стало гораздо больше на Москву, но при этом я вам хочу сказать, что численность людей, которые пользуются самолетами, значительно сократилась. Потому что самолеты летают небольшие, и загрузка у них очень редко бывает, там даже 80-90%, в основном идет 50-60%. Половина, половина, сколько сейчас, по вашим оценкам, борты на Москву загружены? По разным дням там по-разному, но вот сколько я там разговаривал с аэропортом, с сотрудниками, бывают дни, когда там загрузка идет и 50% и меньше процентов, бывают дни, когда она чуть побольше. На саратовских авиалиниях она чуть побольше, потому что у них более-менее подешевле билеты. У Руслайна они совершенно безумных цен стоят, что порой они заходят и до 12-15 тысяч. В Саратовские 6-7-8 тысяч. Ну, если вы заранее там сделаете, то может быть 4,5-5 тысяч. Значит, так вообще тоже в пределах 6-7 тысяч, да. Но я считаю, что для нашего территории до 1000 километров долететь до Москвы это безумные цены, и эти авиакомпании просто пользуются каким-то беспределом на территории Кировской области, потому что они, в общем-то, устанавливают те цены, которые, на мой взгляд, совершенно необоснованы. При этом хочу сказать, что эти компании, которые у нас сегодня летают, это Руслайн и Саратовские авиалинии, они не отличаются каким-то таким правильным подходом клиентов в плане того, что компании совершенно не крупные, совершенно небольшие, при этом постоянно возникают проблемы с прилетами, с вылетами, с задержками. Совершенно мы видим, что летают совершенно другие самолеты, старые, значит, или очень некомфортные. И при этом последние даже вот 3-4 месяца эти взять, то постоянно многие кировчане испытывали большие проблемы по вылету и задержки и на 10 часов, и на 8 часов, и на 6, или вообще самолет не прилетал. То потому что эти авиакомпании совершенно как бы пользуются определенным парком, этот парк очень старый, и если один самолет где-то в каком-то направлении ломается, то все остальные рейсы по всей стране начинают просто валиться. Значит, то я не понимаю, что мы выиграли, что мы проиграли, потому что в этом случае хочу сказать, что ведь основная задача, как и АТП, так же и аэропорты Победилово, сделать комфортным и доступным аэропорт для кировчан. Их основная задача не повышать нам билеты и не хвастаться, сколько они денег заработали или сколько они заработали, а чтобы именно показывать, что пассажиропоток и кировчане сегодня могут себе позволить передвигаться в другие города и в другие страны. На мой взгляд, та ценовая политика, которая присутствовала в аэропорте Победа, в компании Победа, она соответствовала нашим возможностям довольно-таки большой части жителей города Кирова и Кировской области. Потому что сам неоднократно видел, как одна бабушка при мне рассказывала, что удалась ей уникальная возможность за 2000 туда-обратно она полетела к внуку проверить, как он учится и живет в Москве. 999 рублей. Да, он ей купил за 1000 рублей и она смогла себе на пенсию позволить проверить внука, потому что она говорит, другого способа я бы никогда в жизни не нашла. То вот основная задача ведь не прибыль нам показывать по предприятию, которое в общем-то не соответствует их цифрам. А главная задача нарастить пассажиропоток, завести хорошие компании. И те компании, которые могли бы дать ту цену, которая сегодня по карману кировчанам, а не то, что мы сегодня вот вам как организовали и они там летают за 10-12, даже 20-30 тысяч рублей в одну сторону. То вот тут как бы есть и последний вопрос я хочу сказать. Или после рекламы. Ну успеем. Успеем, давай. Да, 106 миллионов, которые они сегодня показывают, что вот у них такой оборот и они там все рады. Ну, директор или там пресс-секретарь забыли, что в этом году областной бюджет уже выделил 30 миллионов, а аэропорту победил в виде субсидии. То в данном случае как раз в этих 106 миллионов и есть эти 30 миллионов, которые они получили. Вы думаете, что они учтены? А как они по-другому? Это все равно получается как бы денежный оборот, который поступил на предприятие и никуда от него не денешься. То давайте честно говорить, что в этих 106 это 30 миллионов это вливание бюджетных средств. И на следующий год я думаю, что они тоже планируют какие-то вливания, потому что хвастаясь своим падением пассажиропотока, они подтверждают, что денежных средств из областного бюджета им потребуется гораздо больше. В общем, по итогам года будет интереснее посмотреть. Да, если они лукавить не будут, если мы там... Действительно объективные данные. Я думаю, что все равно они где-то будут и я думаю, что даже депутатам ЗАГС собрания это будет все представлено. Я думаю, что мы сможем разобраться в той ситуации, которая там сегодня есть реальная. Давайте на рекламу быстро, скоро продолжим особое мнение. Дмитрий Русский к депутату ЗАЭС 4 и 5 созывов. Это его особое мнение. Давайте, Дмитрий Михайлович, немножко ускоримся. Вот решил личный вопрос задать вам пользователю нашего сайта кирова.ру. Как у вашей дочки в Швейцарии живет, спрашивает он? Во-первых, тот человек, который переживает за мою дочь, хочу сказать, что на самом деле то, что он ей порекомендовал, это на самом деле не самая плохая страна и, наверное, я бы, может быть, и не против был, если бы она так решила жить в Швейцарии. Но хочу сказать, чтобы вы там точно понимали, моя дочь учится и работает в городе Москве. И в данном случае как бы она это всего до определенного периода она жила в городе Кирове, училась и вот и буквально в том году она вот туда уехала. Так что, к сожалению, вас разочарую ни в Швейцарии, ни в Германии, ни в Италии моей дочери, к сожалению, нет. И в этом плане я как бы полностью доверяю ей свободу передвижения и куда бы она ни выбрала, я буду только рад. Такие вопросы, наверное, лучше задавать нашим чиновникам-патриотам и где у них живут дети и где они зарабатывают такие деньги, чтобы ездить на дорогих машинах, жить в дорогих домах и все прочее. В данном случае я тут честно отвечаю, что, в общем-то, не переживайте на территории Российской Федерации. Ответили. Хорошо. Такая новая тема, поднялась новая волна. По словам министра энергетики ЖКХ нашей области Игоря Редькина, торф может стать нашим богатством снова. Как и газ. Как и газ. Газа у нас нет. Самые большие запасы торфа у нас, как известно, в регионе. Накануне мы в дневном развороте говорили на эту тему, в том числе с депутатами областного законсобрания. Вице-спикер Роман Титов сказал, что когда мы подсели на эту угольную, попали когда в эту угольную кабалу, надо сейчас из нее как-то выходить, пользоваться своим торфом. зампредседателя ОЗС господин Титов точно нас вытянет из этой угольной зависимости. Вы не секрет в этой отрасли работаете. Да, я в ней работаю и все хорошо знаю. Ваша оценка на торф переводить наши котельные. Вообще, на самом деле, то, что мы сегодня богаты торфом и лесом, это, конечно, очень большой плюс для области. Наверное, если бы мы жили в другое время или в другой стране, конечно бы всем этим были бы воспользованы, эти были бы, наверное, основные виды топлива, которые необходимы для отопительного сезона в нашей области. Но, к сожалению, вот эту всю историю, что торф наше все и оно нас спасет, и мы будем жить прекрасно, когда запустим торфяные котельные, я слышу лет 15-20. На самом деле, дальше этих разговоров никуда ничего не происходит. При этом, я вам хочу сказать, что если вы посмотрите данные, то за последние годы добыча торфа в нашей области сокращается. Потому что по причине того, что, в общем-то, как раз вот эта программа, которая бы позволила сохранить эти предприятия, увеличить добычу торфа и перевести какие-то котельные или ТЭЦы на переработку именно на торф, она никак не работает. И господин Титов, наверное, будет очень долго снимать вот эту зависимость, потому что эта зависимость не я создал, не русский Дмитрий Михайлович, не вы, Владимир, эта история еще идет с давних советских времен. И, к сожалению, может быть, некоторые люди не знают, что есть экономическая обоснованность и калорийность определенных продуктов. И это все зависит от того, насколько сегодня это рентабельно и насколько это выгодно. Дорф горит хуже. Ну, смотрите, значит, для того, кто не знает и, может быть, нас слушает, особенно из правительства Кировской области и из законодательного собрания. Значит, да, это была бы прекрасная история, если бы, на самом деле, правительство Кировской области нашли бы средства для модернизации этих котельников, которые находятся недалеко от мест добычи торфа. Значит, к примеру, это и может быть полностью Верхнекамский район, где большая добыча идет вятка торфа, который, в общем-то, является самым большим в Европе по залежам. Точно так же, как и котельничь. На сегодняшний момент все считается с точки зрения рентабельности. Если мы сегодня возьмем Верхнекамский район, где они все эти годы топились еще в советских времен углем, значит, цена сегодня угля примерно за тонну 3,840. При калорийности угля, который я считаю, это калорийность 5,740. Значит, торф в среднем, как бы, у нас при таком раскладе должен стоить 1400 рублей за тонну для того, чтобы можно было бы торфом заместить вот эти угольные поставки. Потому что в 2,5 раза мы меньше. Да, но мы должны с вами четко понимать, что, конечно, по калорийности и по теплу торф значительно отличается от угля. Значит, то по Верхнекамскому району с точки зрения логистики, да, наверное, это бы подошло. С точки зрения, если мы повезем в другие территории, это там, допустим, советский район, пижанский, яранский, то вся логистика срывается и торф уже не сможет сконкурировать с этим же каменным. То есть, говорить о том, что в советское время не самые глупые люди работали, и они все просчитывали и все знали. Значит, при всем при этом у нас очень многие котельные, там, особенно в нехолодный период пользуются дровами. Значит, меньше, конечно, пользуются почему-то торфом. То, на самом деле, я вам хочу сказать, что спрыгнуть, вот как он говорит, я имею в виду, что Титов, с позиции о том, что с кабалы слезть, ну, если слезут, будет очень прекрасно. Но, я вам хочу сказать одну историю. Вот в Куменах все люди мечтали перейти на газ. Им шла газификация. Значит, до этого у них работали угольные котельные. Значит, в 2016 году все-таки прекрасный этот газ к ним пришел. Значит, за 330 миллионов вложенных бюджетных денег, ну, каких бюджетных, Газпромовских, газ пришел. Тариф, который был на тот момент 3600 в Куменах за гиллокалорию для населения, вырос сразу почему-то в 5200. То, на самом деле, я думаю, что вообще... Говорили людям, что бурить и дешевле. Ну, они все надеялись на это. Да. А на самом деле все получилось по-другому. То, в данном случае, вообще, я думаю, что жителям вообще без разницы, чем топится, торфом, углем, или дровами, или газом. Для любого жителя главное, чтобы именно стоимость тарифов на ЖКХ, она соответствовала определенным каким-то их пониманиям того, что это на самом деле столько стоит. То, при сегодняшней ситуации, когда доходы населения падают, а уровень ЖКХ уже никто не разбирается, кто чем топится, то как раз, я думаю, что задача-то вообще областной власти в первую очередь и законодательного собрания заключается в том, чтобы создать такую структуру отопления в Кировской области, которая могла бы хотя бы не снизить, но хотя бы остановить рост тарифов ЖКХ. Вот основная задача. Они говорить какие-то популистские вещи, что мы там все переведем. Но если вы сможете, переводите. Тем более, на самом деле, для этого все есть. Есть большие залежи торфа, есть рядом находящиеся муниципальные армии. Установка даже финская есть. Там все есть. Там вплоть до того, что они готовы даже брикеты делать. Но вот кроме разговоров на протяжении 15-20 лет это никуда не двигается. В данном случае сегодня все занимаются тем, чем они занимаются. То по-любому, чтобы перейти даже на эти торфяные продукты, даже в Верхнекамском районе, нужна большая модернизация котельных. За чей счет это будет происходить? Тоже вопрос. На этом завершается время особого мнения. Дмитрия Русских. Спасибо, Дмитрий Михайлович. Да, вам спасибо, что приглашаете. Всего хорошего дня. До Нового года обязательно еще встретимся. Спасибо вам. Обязательно приедем. Спасибо.